Как говорил мой преподаватель по статистике, в мире существует три вида лжи. Ложь, наглая ложь и статистика. Как это работает на практике, сейчас я вам покажу. Для примера возьмем больницу, где есть несколько врачей и зарплата пусть у них будет по 20 тысяч. 20, 20, 20 и еще есть главврач, который тоже получает 20 тысяч. Вопрос, какая у нас сейчас в больнице средняя зарплата? Ну очевидно, что 20 тысяч, если мы сложим все эти зарплаты и разделим на их количество, на 5, то мы получим 20. Приходит приказ сверху увеличить среднюю зарплату в больнице до 30 тысяч рублей. Главврач подумал, подумал и придумал. Сделаю следующие зарплаты. Первому человеку оставлю 20 тысяч, второму тоже 20, третьему тоже 20 и четвертому 20. А вот себе, например, я назначу зарплату 70 тысяч рублей. Давайте посмотрим, какое же тут будет среднее. 4 раза по 20 это 80, еще плюс 70 это 150, получается 150 разделить на 5, получается 30. О, нормально, все, среднее стало 30, среднюю зарплату мы с вами и повысили. Очевидно, что в данной ситуации у большинства врачей зарплата не поменялась. Поэтому, друзья, в любой ситуации, если вы хотите в ней разобраться, надо смотреть внимательнее. Например, здесь, кроме средней зарплаты, можно было еще посмотреть на медианную. И медианная зарплата в обоих случаях осталась неизменной. 20 тысяч, а значит, что-то тут не так с зарплатами в этой больнице. Именно поэтому сейчас в школе в седьмом классе у нас появился новый предмет. Вероятность и статистика. Для того, чтобы наше следующее поколение было труднее обмануть. Ставь лайк, если было интересно. Если это видео смотрит главврач, пример был взят чисто гипотетически, без обид.